Добрый вечер, дорогие друзья! На такой хорошей ноте переходим к нашему сегодняшнему вебинару. После завершения этих видео, которые я вам показывал, и мы показываем с Алексеем. Алексей сегодня присутствует для нас тоже здесь. Алексей Дьяков присутствует тоже, но он сегодня просто как слушатель. И немножко мне помог здесь вначале. Значит, покажите мне, пожалуйста, как меня слышно. Так. Ого. В Ростове, Омске, хорошо. В Москве, как в ведре. Окей. Хорошо, я попробую говорить прямо в микрофон, чтобы удалить вот этот эффект ведра. Значит, я посмотрю, что у нас тут с пунктом. Не буду я сейчас больше регулировать. Лучше, да? Все, спасибо. Таким образом, с чего я сегодня хотел бы начать? Вы знаете, дорогие друзья, сегодня поговорим о многих вопросах. Для начала, естественно, так называемые новости, или о чем на рынке говорят, если так можно сказать, или о чем в обществе говорят. Вот. А завершим это дело целым таким блоком, который будет посвящен и ассоциацией, и акциям, инвестициям, предпринимательству, и предпринимательству, или бизнесу, инвест-бизнесу на базе или совместно со Skyway. Так. И хотелось бы еще обратить ваше внимание на некоторые нюансы. То есть всего понемножку и в целом это все организационно-правовые вопросы и нюансы того, чем мы занимаемся с вами, дорогие друзья. Хочу сказать в самом начале и об этом на сегодня тему закрыт. Просто для вас так, на заметку, что я прошу всех это очень четко учитывать, что многие эксперты, это не мое нерождение какого-то моего измышления, я стал искать, что думают умные люди по поводу того, что будет востребовано в ближайшее время. Что такое ближайшее время? В ближайшее время это месяц, год, 10 лет и 50 лет. И вот вы знаете, я пришел к выводу, что это как бы сопряжено с тем, как я это дело представляю. То есть думаем мы в правильном направлении. Я уверен, что многие из вас точно так же как бы может быть неосознанно, может быть осознанно это понимают. что будут важны не специальности, будут не столько важно то, какие бумаги ты имеешь, сколько будет важно то, есть ли у тебя идеи. Но, как говорил мой дедушка, ты знаешь, самый страшный, говорит, дурак не тот дурак, который, значит, просто немножко лишен разума, а тот, который идеи, у которого очень много идей. Поэтому, шутку говоря, надо различать то, от чего, значит, каковы идеи, какова их природа. Я по воле случая, воле судьбы в начале 90-х, в начале 90-х был, как бы, отвечал, нашей организации был замдиректор, это консалтинг, была большая компания была, в то время, когда мы вышли и выходили из Советского Союза в Эстонии. Вот, у нас была, ну, консалтинг занимались, на многие отрасли промышленности помогали им. Вот, и у меня один день недели был, когда я с утра до вечера принимал людей с любыми идеями. Приходили вплоть до того, что с идеями вечного двигателя, там, чего только не было. Но люди приходили с толковыми идеями. Потому что я просто напомню вам, что фактически идея, так называемая самохозяйствующего или самодействующего или самоэкономичного или действующего как бы самообеспечивающегося государства или самообеспечивающегося территории. Эта идея пришла из Эстонии еще в 88-89 году была высказана. Авторы получили там целый ряд наказаний за это. То есть их даже в какой-то степени преследовали типа того, что вы разваливаете. Но вопрос был в другом. Вопрос был в том, что идеи были. То есть идей много. Поэтому не углубляясь в эту тему, хочу сказать, учтите идеи самый востребованный товар на ближайшие 10, 25, 50 лет. Это так. Теперь, что для нас очень важно, обращу ваше внимание на перемост, который грядет 26 ноября, суббота, в 12 часов по московскому времени будет. Все анонсы есть, не буду углубляться, рекомендую вам и людям, которых вы хотите пригласить на это мероприятие, будет очень интересно. Значит, что еще очень важно? Елена, звук плохой, да? Ну, постараюсь говорить поодрегулировать Елену у себя звук. У вас тоже есть возможность звук регулировать. Значит, второе такое знаковое или важное событие 29 ноября это знаковое событие 8 этапа развития проекта. Почему? Это переход практически в новую фазу. Сегодня у нас был совет, совместный совет с головной компанией и Капитал. И там Северяков очень правильно высказался, он четко сказал, что, дорогие друзья, нам надо просто очень правильно понимать, что фактически после того, когда начнется презентация для, она просто совпала между собой, презентация, скажем, крупным, очень крупным инвесторам в Экотехнопарке, но она будет очень закрыта, потому что туда более там определенного количества, там, по-моему, до 15 человек можно только один раз присутствовать, но она будет очень знаковая презентация Скайбель. И мы всю презентацию в дальнейшем будем отталкиваться от того, что и как произойдет в это время там. И это очень важно, дорогие друзья. 29 ноября 2016 года. Запомните эту дату, и это очень важно. Предыдущее было это выступление на Берлинском и на Трансе, это 20-23 сентября было, это седьмой этап, это восьмой этап, грядет девятый этап. И об этом мы тоже немножко сегодня поговорим. Значит, хочу в промежутке еще в новостях, потом я это забуду, сказать вам о правовых случаях. Сегодня мне тут уши крутили, значит, занимали мое время. Люди не знают, почему это так совпало, в Эстонии, из Эстонии звонили достаточно пожилая, пожилой человек. Значит, супруг один умер, остались там два случая даже. Остались, значит, у нее был кабинет, остались акции. И она говорит, что я теперь должна делать или что я могу. Я могу, говорит, в кабинет входить, слава Богу, что он как раз закончил перед уходом в мир иной свои оплаты инвестиций, рассрочки, а я не могу дальше оформить. Я спрашиваю, а когда был этот печальный случай, когда ваш супруг ушел в мир иной, она говорит, это было бы в июле месяце. Я говорю, значит, шесть месяцев еще не прошло, вы не имеете свидетельства о праве наследования на оставшееся все, и таким образом не имеете еще права на распоряжение. Как только это получите, вы сможете переоформить эти, скажем, вернее, довести до конца оформления уже на свое имя. Такая вот возможность, на мой взгляд, и практически это же самое говорят юристы. Я думаю, что это все реально возможно. Но она говорит, что у меня еще другой случай, что я себя очень плохо чувствую, мне достаточно много лет, вот, и я бы хотела оформить пакеты уже, подарить человеку, который, она родственник, человеку, который за мной ухаживает, сделать это при жизни. Но вот я ходила к нотариусу, хотела подарить, и чуть не упала со стула. Я говорю, а в чем дело? Она говорит, вы знаете, я хотела подарить, но по нашим правилам нотариус мне сказала, сколько будет это стоить. 150 тысяч акций, я на это затратила небольшую сумму, став владельцем этих акций, но чтобы на кого-то это подарить, мне нужно почти 2000 евро заплатить за это. Я говорю, да, таковы нотариальные сделки, горения. Она вся, значит, была в таком трансе, что делать дальше? Вы знаете, мой совет, значит, не рвитесь делать такие сделки, есть очень такой, ну, достаточно простой ход, она как раз пойдет в ближайшее время к нотариусу, есть возможность оформления именно права или так называемого доверенности на владение, на право владения, ну, чем-то, да, то есть я, например, или кто-то, и вот она даст право владения этими от акций такой номер, по акции такую, значит, своими акциями распоряжаться и владеть ими право, доверенность, она дается нотариально, и тогда этот человек сможет осуществлять какие-то действия, но только лишь после того, когда они выйдут на IPO, не ранее. То есть вот такие вот нюансы правовые случаи рекомендую, значит, вам это дело учитывать, дорогие друзья, если есть вопросы, то тогда их готовим и, может быть, тогда можно иметь, в них разобраться. О привлечении крупных инвесторов, значит, здесь сейчас как бы в ближайшее время будет четко это дело оформлено, пока это все шло, как шло, 29-е число не за горами, и сейчас Capital готовится так называемая как бы анкета или CV для описания, вот, например, у господина Иванова или у товарища Иванова есть где-то там инвестор, который готов а что такое крупный инвестор? Это 100 и больше тысяч евро до миллиона долларов и так далее, и больше миллиона, естественно, вот, и как его туда презентовать, потому что понимаете, что до весны крупных никаких мероприятий доступов на сертификационную площадку на Экотехнопарк не будет, поэтому будет так называемая анкета или таблица, где инвестор заполняет свои все основные или не инвестора, тот, кто предлагает этого человека, у него есть свой корыстный интерес, как вы знаете, вот, и там должно быть много чего заполнено, и только после этого будет рассматриваться, кто и как будет туда допущен. То есть вы чувствуете, что процесс идет уже так, что устраивается очень крупный инвестор. И это для нас тоже знаковое событие. и в конце я сначала хотел это в порядке информации вам подать, но в конце встроил в ассоциации, в разговор про ассоциацию, я встроил туда слайд, который касается опыта работы по подготовке исходных заданий. Этот вопрос тоже всплывает, и за период от прошлого вебинара ко мне три раза обращались с этими вопросами, где везде каждый раз повторяется одно и то же. Я это обобщил и в семи пунктах вам изложу сегодня в конце вебинара. Теперь и значит и еще в конце вебинара тоже будет это все обещание, но они будут. В конце вебинара будет разговор о том, чем отличается Скайвей от Моглева. Почему от Моглева, а не от какого-то там допустим того же каких-то других транспортных систем. Потому что наиболее близкие по своему характеру или выглядят как всегда говорят например «Да, так это же ясно, ну это да, это же так называемая монорельс, который поднят на высоту и так далее». Нет, дорогие друзья, это не монорельс, это что-то другое. Я обращу просто ваше внимание, она есть, она есть в презентации эта картинка, но я обращу ваше внимание на эту картинку и что там очень важно, на мой взгляд, поделюсь с вами своими соображениями на этот счет и рекомендую этим пользоваться в своей практике, ведь мы же разговариваем как инвесторы предпринимателей, люди, которые совместно с технологией Skyway, совместно с той структурой, в которой мы находимся и к которой мы все больше и больше прикипаем. И это очень важно, дорогие друзья. Таким образом, начинаем свое сегодняшнее обо. Значит, инвестиционный продукт, я не случайно начинаю с него, потому что ведь смотрите, прежде чем говорить о том, что можно делать, любой бизнес, любой бизнес-план содержит раздел, который называется свод-анализ, то есть анализ сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей. На английском здесь описано, как они называются, первой буквы английских слов является свод-анализ, чтобы вы знали, кто не знает, а кто знает, просто напоминаю вам. Значит, не вдаваясь подробностей каждого вида сильных сторон возможностей, остановлюсь на слабостях и опасностях. Обратите здесь внимание, здесь все написано, отсутствие компетенции вывода акций на IPO. Да, они у нас отсутствуют, но мы привлекаем крупного партнера, у которого эти компетенции есть. И этим мы, это наша возможность, мы уберем, здесь она не описана, но это наша возможность. И этим самым мы перекрываем эту слабость. Кроме того, мы это перекрываем еще и тем, теми сильными сторонами, которые у нас здесь есть. Не полностью, но факт, что мы об этом знаем, мы компетентно работаем. закрытость создания внутреннего рынка. Это так называемое создание внутренней биржи, акций, с которыми мы работаем. И вопрос в том, что сейчас делается, несмотря на то, что готовится 29 число, готовятся различные выставки, идет работа и в этом направлении. И в ближайшее время, это все, вы скажете, что мы говорили в ближайшее время и в апреле этого года. Да, говорили, и это в ближайшее время. И я думаю так, что в ближайшие полтора месяца мы придем уже к определенным результатам. Начнется тестирование и этой части. По крайней мере, мой прогноз таков. Недостатки информационной или инвестпрофорной, извиняюсь. Да, действительно, они есть. Очень сильная работа сегодня еще обсуждалась тоже. Много сейчас выделяется ресурсов на то, чтобы идти ресурс был бы задействован по максимуму. Ребята работают с утра до вечера и даже ночью. Но, тем не менее, выплывают время от времени сбои. И это естественно. Поняли, что эти сбои зависят не только от нашей платформы. Я сегодня, в общем, меня охладили немножко. И очень серьезный разговор был. А когда стали разбираться, выяснилось, что фактически сбой идет не из-за нашей платформы, а из-за наших как бы обслуживающих систем, которые обслуживают наши смски, отсылки и общения по смс каналам связи и по так называемой интернет-связи по почте, по передаче на почтовые ящики инвесторов сообщений. Не срабатывают, вот и все. И поэтому бывают осечки. Очень достаточно мощно сейчас идет и здесь работа с операторами, с которыми мы работаем. От них тоже много зависит, как вы видите. То есть очень важно, как работает не только ты, но и твои подрядчики, которые тебе помогают. Далее, недофинансированный проект. Есть недофинансирование определенное, но те, кто внимательно смотрел или пришел к самому началу нашего вебинара, вы слышали, видели, обращу просто ваше внимание, когда Анатолий Дарвич так скользь похвастался или в хорошем смысле этого слова обратил наше внимание на то, что опытное производство, где сейчас идет подготовка транспортной системы к запуску на, вернее, не сейчас, а шло, это во времени уже несколько недель назад было, этот видеоролик был, а сейчас уже там сменилось все, эти производственные помещения уже, можно сказать, наши, то есть, что значит наши, наши с вами, уважаемые акционеры, уважаемые коллеги, потому что собственники этих помещений стали тоже акционерами, то есть, видите, есть очень простые, они стояли эти помещения, и что лучше, сидеть, ждать, пока кто-то купит эти помещения, или же их пустить в реализацию, и было найдено абсолютно рациональное решение, то есть, слабости потихонечку отходят, и это хорошо, опасности, риски, мы уже не раз говорили, не буду здесь особо заострять ваше внимание, риски смещения сроков, да, они есть, но эти риски не принципиальны, они просто такие риски, которые в любом бизнес-плане, в любом действии надо учитывать, в том числе и в нашем, ведь мы же тоже строим свой бизнес, свое предпринимательство, и эти риски надо учитывать, это не значит, что, как я всегда привожу этот китайский пресловутый анекдот, сегодня посеяли картошку или посадили, а завтра не на что суп сварить, и начинаем вырывать эту картошку, понимаете, вы понимаете мой намек, да, риски различных противостояний, да, они есть, есть риски каких-то непредвиденных возможных действий, которые мы не предусмотрели, мы не думали, что надо, например, в той же самой Австралии дополнительные исследования провести, дополнительные разрешительные документы, для того, чтобы трасса пересекала вот этот транспортный узел, где железнодорожная, там, автомобильная, монодорога пересекается, на высоте 20 метров еще и юнибайковской трассы, не предвидели, и это заняло 3-4 месяца, риски различных дубликаций, подделки, на это я уже говорил, здесь самое главное, наша динамика движения, даже здесь эксперты говорят, что не столько спасает, как правило, наличие патента, сколько то, насколько динамично, вовремя выходит конкретный продукт, конкретной технологии на рынок, а здесь надо сказать как бы многоположительный слог к тому, что привлекаются более сейчас более пяти инвесторов, с которыми говорят два, как я уже говорил, активных, речь идет о привлечении крупного инвестора, который имеет компетенции выхода на IPO, а что такое выход на IPO, это выход акций на мировой рынок, отчего он зависит, он зависит от того, с одной стороны, что как динамично идут процессы в экотехнопарке, а это снимает риски различных дубликаций, могут повторить, но они будут идти за нами, бога ради, ничего страшного, на дороге в мире у многих ладит, всех фишек все равно не стащат и не дублируют, это займет времени лет 20-25, может быть я ошибаюсь, суть не в этом, идем дальше дорогие друзья, и вот, а, я не в конце поставил, преимущество высокоскоростного скайвери, именно высокоскоростного, потому что монорельс или маглев, который здесь поезд на магнитной подушке, это практически маглев есть, почему он называется маглев, магнитная левитация, маглев, магнитная левитация, вот, маглев, и высокоскоростной скайвери, раз, два, извиняюсь, вы не видите, что я показываю, так, сейчас я размахался, значит, раз, два, три, четыре особенности, которые мы сравним, первое, это использование станного колеса дает КПД более, видите, какой процент, да, а что у нас КПД на магнитной подушке, хорошо это если 50% будет достигнуто, и все, эти много сказанных, это эксплуатационные расходы, это масса разных других минусов, второе, путевая структура более легкая и дешевая, дальше я не читаю, вы сами читать умеете, путевая структура здесь совсем другая балка, и самое главное, материал емкое, катушки, которые там выставляются, вы можете представить, сколько материалов надо на транспортную систему расходовать, и это не простой, не дешевый материал, значит, да, конечно, в разных странах, да, ладно, я не буду пока смотреть, что там у вас, далее, третье, стоимость эстакады от 1 миллиона долларов за километр, стоимость эстакады больше, чем 10 раз больше, и мы видим, какие эстакады, две большие разницы, как говорят в Одессе, абсолютно, а это говорит о том, что просто одно дело стоимость, другое дело материала, емкость опять, под такую эстакаду опоры одни, под такую другие, хотя внешне выглядит, да, и это, и это на опорах, все правильно, это выведено на второй уровень, и это в большинстве случаев это на втором уровне, а это на второй уровень выведено однозначно, от двух и выше метров, и последнее, четвертое, что очень существенно, дорогие друзья, это, значит, так называемое эксплуатационное обслуживание трассы, оно практически не требует, не боится ни гололеда, ни ветра, ни дождя, ни снега, что нельзя сказать об этой системе нам, оглее, там миллиметр, вы видите, какой там зазор, 10 миллиметров, вот он, 10 миллиметров зазор, и этот зазор должен быть чистый, туда даже коробок спичек не может упасть, понятно, да, то есть это все те плюсы, это железные аргументы, дорогие друзья, и мы знаем, что эти аргументы будут работать, их можно показывать в эко-технопарке, теперь следующее, мы плавно подходим к тому, для чего вообще нам нужна ассоциация, и стоит ли заниматься бизнесом с кальвей, задумайте, а я вам покажу, что стоит, смотри, мы на восьмом этапе, всем ясно, я неоднократно, так как попугай в клетке показывал и повторял вам то, что написано в бизнес-плане, что написано в плане 15 этапов и так далее, но это факт, эти вещи надо время от времени при помощи свои поднимать и в них вглядываться, дорогие друзья, это мощный ресурс, с одной стороны, это акции, которые, головная, или вернее, скажем, которые есть в Евразии, Real Skyway Systems Holding, акционерами компании, которой мы являемся, на восьмом этапе у нас 7,5 миллиардов, это ресурс, естественный ресурс, который должен дать 20 миллионов долларов, желаю я участвовать в этом процессе, причем по двум линиям, это, знаете, как скальвей, двухлинейный, не одноопорный, а две опорные, или две линии, две, как бы, два направления, да, с одной стороны, я могу и становлюсь акционером, совладельцем какой-то части отсюда, и с другой стороны, я участвую и капитализирую эти деньги, помогаю сюда влить определенную сумму, и это бизнес, а как его строить, об этом многие говорят, я просто вам потом покажу еще, просто обращу ваше внимание, тут даже нечего показывать, и второй горизонт, это горизонт инвестирования в транспортный адресный проект, в ближайшие годы, это 2017, 2016 уже на исходе, и грядет год красного петуха, или яркого петуха, я не случайно сегодня в красной своей башне, вот, предстал пред вами, и об этом мы тоже еще немножко поговорим с вами, 1-3 года, по моим акцентам, это минимум, это просто такой, знаете, минимум, это будет инвестирование, куда вот в эти проекты будет инвестировано от 165 до 200, 250 миллиардов долларов, ну, не ресурс ли это, дорогие друзья, и от вас зависит, задайте себе вопрос, хотите ли вы сидеть рядом с этой рекой, по которой течет мощный, мощный поток инвестирования, и поплевывать, и смотреть в потолок, или смотреть на природу, значит, и думать, ну, везет же людям, да, или сами включаться в этот поток, и это очень непросто, но это возможно, и поэтому мы говорим с 8 этапа, мы говорим о предпринимательстве, уже говорим о бизнесе, раньше мы просто обозначали, и что такое 8 этап, и куда это все идет, смотрите, я просто напомню еще раз вам, это завершение создания рабочей документации трасс городского транспорта, вы понимаете, да, что весь комплект документов должен быть готов, одно дело, нельзя так делать, что выставлены, да, сделали трассу, начали сертификацию, а дальше что, завтра с кем-то подписали договор, и начали только тогда делать документацию, нет, она, базовая документация должна быть подготовлена, и это надо завершить, а завершить можно лишь только тогда, когда определенные точки расставлены, и в самом процессе запуска сертификации, второе, очень важно, продолжение проектных работ и начало разработки новых средств, я здесь поставил точечки, дорогие довезья, но будем откровенны, значит, хитрость и прозорливость Анатолий Эдуардович, как генерального конструктора, его команды, ну и мы себя причисляем к ним, в какой-то степени с вами, да, но тем не менее, мы причастны к этому, делают все для того, чтобы и уже сделано, даже по мотор-колесу уже несколько версий существует, дорогие друзья, которые сейчас не вводятся, о них не говорят, они засекречены, но с ними работают, и они будут введены сразу после запуска в эксплуатацию Экотехнопарка, но работа над этим ведется, масса разных вещей, можете посмотреть в документах, это продолжение работ с заказчиками, что самое важное, я наиболее важный выдел, сюда вам вывел, как бы, сделал такую прочистку, да, продолжение работ с заказчиками адресных проектов, это очень важно со всего мира с целью заключения предварительных контрактов, это дает возможность в какой-то момент сказать, что все, пока мы не подписываем, потому что наши мощности не позволяют это делать, а мощностей вы видите сколько здесь, внизу, я не случайно повторил этот здесь, идем дальше, и теперь, смотрите, таким образом, дорогие друзья, мы находимся с вами в ситуации, когда, сори, извиняюсь, когда у нас есть возможность, являясь инвестором, предпринимателем, многим это уже знакомая логика, но я ее несколько интерпретировал и доработал, есть два пути, первый и второй, знаете, как на распуте, третьего пути нет, есть и третий путь, вообще никуда не идти, значит, но есть как минимум два пути, создаю свой бизнес и создаю профиляции, я могу идти по двум дорогам, по двум возможностям, создаю структуру, два, два, как бы, блока моего бизнеса, создаю структуру, формирую команду, повышаю компетенции, получаю поддержку ассоциаций, всемирной ассоциацией инвесторов, предпринимателей Skyway, дорогие друзья, мы сейчас разрабатываем и эту, этот ресурс для предпринимателей, жизнь уже нас это обязывает делать, и веду бизнес инвестора, таким образом я получаю ресурс, с которым и использую свой ресурс, который у меня есть, а это мой дополнительный текущий ресурс от моего бизнеса, и частично направляю его в то, чтобы создать портфиль акций, я коперируюсь, вхожу в ассоциацию, активизирую акции через адресные проекты, которыми будет заниматься и, скажем, будет тоже поддерживать, и одним из направлений будет деятельность ассоциации, к этому придет. Следовательно, ассоциация, почему она нужна и кому она нужна, кто ее, ну, в общем, кто, скажем так, будущие члены или, скажем, участники этой ассоциации. Смотрите, что происходит у нас в нашей среде, или вот тот бизнес, бизнес-среда, о которой мы начали сейчас разговор. GTI, Global Transport Investment, 400 или более 400 миллиардов долларов так называемых интеллектуальной собственности, выпущены акции, из которых 60 на 60 миллиардов как бы есть акционерный капитал Евразии, НРС, колесистом сполдинга. Мы занимаемся адресным проектом экотехнопарков сейчас пока, возникают акционеры, есть инвесторы, которые занимаются этим бизнесом, создают тут свои структуры, да, они же являются и акционерами. Большинство, 99,9%, да, но здесь стоит еще на запасном пути целый другой поезд, дорогие друзья. Не забывайте про это. Это ответ кем, кто задается вопрос, что же будет, закроется вход в корневую компанию, да, забудьте вы, корневая компания, вот она, 340 миллиардов, дорогие друзья, 340 миллиардов. Тут надо больше думать о том, что мы подойдем раньше, или когда мы подойдем к IPO. И возникает даже вопрос, анализируя и составляя вот эту как бы схему, я как инженер задумался, думаю, интересно, а интересно ли мне вообще так быстро выходить на IPO, какие друзья. Понимаете? Вы понимаете мою глубокую мысль? Как говорил старый еврей, что нам что лучше, мы продаем или покупаем. Понимаете? Поэтому я так подумал, что тот еврей был прав, что лучше сейчас покупать. А этот процесс и есть процесс создания, то есть мы до себе создаем бизнес. Впереди еще очень большой бизнес. Я тут не случайно поставил знак вопроса, вот, и в этой ситуации, дорогие друзья, когда такие мощные ресурсовые потоки, как я уже сказал, мощный поток реки, река Янзы, река там Волга, я не знаю, мощная вода, мощный ресурс, я как сравниваю просто, да, по нему идет ресурс капитала, и я один со своей маленькой структурой, у капитала своя четкая задача, он площадка, он обслуживает любой бизнес, который направлен на продвижение технологий Скайбейк. Следовательно, как говорится, ему и карты в руки с одной стороны, но нам, всем, кто мы вот здесь находимся, рационально ассоциироваться, то есть кооперироваться в определенном смысле, дорогие и дорогие друзья, вот, и это даст нам возможность в дальнейшем идти уже конструктивно дальше. И вот давайте посмотрим, извиняюсь, посмотрим, куда нам идти и что это нам дает. Это было. Что такое ассоциация? Поймите меня, правильно, это такие первые информационные потоки для вас, работа идет достаточно интенсивно с юристами, да, три, трех государства юристы работают, вот, и достаточно интересно сейчас поступают от них контакты, на следующей неделе мы будем встречаться со всеми, вот, и поуменяем еще больше, по крайней мере, я так надеюсь. Что такое ассоциация? Здесь написано добровольное объединение наредского предпринимательства, да, никого, никто, никто, дорогие друзья, из, вот, извиняюсь, уголок, бит, ах ты, господи, ушла моя стрелочка, окей, извиняюсь, сейчас я прицелюсь, спасибо, все, извините, значит, никто, насильно, никого здесь, в этом, вот, в этом месте, в ассоциацию, знать не будет, все добровольно, и отсюда, и отсюда, но поскольку это 99,9% в одни и те же люди, то есть, а могут и те, кто просто стали акционерами, но не инвесторы, они больше, они могут тоже входить, бога ради, это можно здесь продлить и так далее, то есть, но, это добровольно, дорогие друзья, никто насильно этого делать не будет, каждый принимает решение сам, это не коммерческая организация, но это не значит, что эта организация не будет, как бы, организовывать и направлять коммерческие бизнес-проекты, бизнес-организации, это право, у нее будет, и оно будет использовано, в том числе, не исключено создание банков, определенно, такая идея, по крайней мере, сейчас витает в воздухе, организация, защищающая интерес инвесторов, акционеров в СКОВЕ, естественно, и об этом мы тоже будем говорить, это сообщество, что самое важное, это сообщество, пропагандирующие возможности и ценности технологий СКОВЕ, всячески, это будет во главе угла, вот, масса мероприятий, которые будут осуществляться именно в рамках этой ассоциации, которые сейчас делаются в рамках СКОВЕ Кэпитала, это лишние расходы на, как бы, на нас с вами, как мы сами оплачиваем, массу мероприятий, это расходы Кэпитала, это расходы, которые, как бы, не доходят до конкретной, или не в том плане, они просто могли быть направлены лучше, лучше на потребности потока финансирования строительства эко-технопарка, или какого-то другого проекта, в котором площадка работает, понятно, да? А когда ассоциация возьмет на себя это? Вот. Теперь, что дает ассоциация? Зачем она мне нужна? Почему нужна? Это будет дальше. Что дает сначала? Что в ключ? Помогает создавать свой бизнес и оказывает поддержку предпринимателям. Да, всячески, всеми ресурсами, которые будут в ассоциации, это будет осуществляться, дорогие друзья. Наталья, вы уже спешите картошку вырывать, когда мы сможем продавать акции? Когда выйдем на биржу, это самое главное, когда мы к этому придем. А если у кого-то чешется продать акции, это будет возможность, когда начнется, вернее, когда крутится внутренний рынок или внутренняя электронная биржа. А я вам уже сказал, если вы были в начале, если не были, повторюсь, я думаю, это полтора-два месяца еще время не займет, пока это будет подготовлено. Может, даже и быстрее произойдет. Помогает реализовать стратегию управления своими акциями. Да, мы об этом еще будем говорить, как? Ну, здесь просто скажу следующее, что мы об этом уже даже говорили, это возможность копирации своих пакетовых акций, части пакетовых акций. Допустим, у меня там, ну, допустим, я решил, что я могу как бы в бизнес, в бизнесе попробовать вложить, скажем, ну, миллион своих акций, которые у меня там есть в пакете. У кого-то 100 тысяч, у кого-то полмиллиона, у кого-то 10 миллионов. Но мы понимаем прекрасно, что проекты, они миллиардные проекты, и управляющим компаниям надо достаточно большой капитал создавать, управляющие компании. И чтобы нам участвовать там, нам надо достаточно большой пункт собирать. Никто отдельно не сможет там участвовать, разве что, ну, не знаю, сама компания Евразия, НРЭС, КОВИС, СХОВИН, но, пардон, у нее своих акций пока есть, а тогда процесс продвигается, но у нее нет права заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому это будет возможность акционеров, и мы сможем управлять ими через копирацию, через ассоциацию. Ассоциация, тем более, значит, будет помогать, потом еще, почему нужна, там будет сказано. Организует необходимую переподготовку обучения. Предприниматель, бизнесмен, который решил здесь посвятить себя этому бизнесу, а я вначале показал, что ресурсы здесь немеренны, вся подготовка и обучение будет. Потому что до сих пор как-то не складывалось, понимаете, я уже давно вам обещаю больше полугода, что вот-вот, вот-вот, вот-вот пойдет обучение. Но не складывается, дорогие друзья, не отвлечься к этому ресурсу. Все, ассоциация создастся, академия есть, запустится ее работа. Появится ресурс, через ассоциацию появится ресурс для вот этих работ. Далее, переподготовка для обучения. Возможность копироваться и участвовать в транспортных проектах. Вот видите, управление своим акциям, то есть, можно будет получить свои компетенции, как управлять акциям, как вести стратегию, а здесь, еще кроме того, вот, то, в чем я говорил, участвовать, совместно, копирироваться в различных проектах, получать обратную связь и так далее. Это список далеко не весь, дорогие друзья. Почему нужна ассоциация? Для инициации совместных адресных проектов вставить. Нужно? Нужно. Для управления отдельными проектами обеспечения финансовых потоков. Я уже говорил, нужно. Естественно, нужно. Когда ими управлять? Те, кто помнит и участвовали на начальной стадии наших разговоров по адресным проектам, это значит, что, фактически, дорогие друзья, первые этапы или предпроектные работы, они все так называемые находятся в зоне достаточно большого риска проекта, независимо от того, сильная технология или не сильная. Скорее, по себе очень мощная. Но, пардон, тот бизнес, который мы организуем, тот объект строительства, который мы кто-то или вы кто-то организуете, или они кто-то организуют, у него есть свои определенные риски на первом этапе. И какой-то маленькой компании очень тяжело это дело, там много факторов, сейчас не будем разбираться, поверьте мне на слово, что это все непросто и многие проекты поэтому иногда просто и не состоятся. Ассоциация это будет проще делать и она может на себя взять период ведения там, до 30% или так называемые первые 2-3 этапа, если вы помните, разбито вообще на 6 этапов, 5-6 этапов, 6 этап это сдача и эксплуатация системы транспортной, это не мной выдумано, это так, скажем, такова концепция главной компании КБ и четкое видение самого Анатолия Гвардовича и тут трудно что-то или не имеет смысла даже много дискутировать, это правильно, как инженер я полно поддерживаю это и поэтому я говорю, что это так, вот, 6 этапов, первые 2-3, 3, извиняюсь, даже 2 предпроектные работы, когда вообще еще неизвестно, окунаться в этот проект или не окунаться, а уже на третьем и половине четвертого этапа предпроектного становится ясно, значит, так называемая инвестиционная привлекательность проектов и дальше, кто это будет делать, а вот у ассоциации это есть, а тут еще есть и возможность бизнеса, а мы там участвуем, это значит, что мы проводим, допустим, проект стоит 100 миллионов или 100 миллиардов, лучше звучит, мы проводим первые этапы, это так называемые предпроектные работы, они где-то стоят примерно, примерно не стоят, ну, условно говоря, до полутора-двух, ну, до 5 процентов от стоимости всего проекта, это 5 миллиардов, если 100 миллиардов, понимаете, да, сколько они стоят, ну, и это непросто, и чтобы это сделать, это нужно пройти этот этап, но, пардон, мы-то сможем потом продать этот проект значительно в ту часть, которую мы сделали, в два раза там или в какую-то, ну, достаточно значительно дороже инвесторам, которые потом подключатся, или инвестор, который потом подключится, и это есть бизнес, дорогие друзья, дальше, для привлечения компетенции со стороны интеграции возможностей, допустим, опять, маленькое сообщество инвесторов, или маленькое сообщество акционеров, или те, кто взялись за этот проект, им трудно, за адресный проект, им трудно собрать свои компетенции, ассоциации, которые будут, если, например, предположим, что в ассоциацию вошли все инвесторы, которые сегодня есть только, только, обращу ваше внимание, только у Skyway Capital, но, извините меня, у Skyway инвесторов очень много, и это уже несколько сотен тысяч, более даже, дорогие друзья, и вы представляете какая-то мощная организация, и, значит, компетенция, она может уже привлекать очень большие компетенции, чтобы решать, получать компетентные решения, и так далее, какие-то предложения и тому подобное, для страховки бизнеса и операций с акциями, это очень мощная возможность, сегодня пока никто даже об этом еще не думает, почему не думает, потому что приобрели за достаточно маленькую стоимость, мягко выражаясь, затраты, с одной стороны, ресурсы, которые обрели мы в результате инвестиций, очень существенны, но давайте об этом тоже сегодня думать, дорогие друзья, и поэтому ассоциация еще здесь, кроме того, усиливает возможность, значит, и перечень опять длинный, я оставил последним пока здесь, пока, это для усиления через копирацию голосов представительства на общем собрании акционеров, неважно где, это в Евразии, наверное, скорее, системы сходинги, возьмем для примера хотя бы вот этот случай, предположим, что я там со своим миллионом или там с каким-то количеством акций сделал, это 0,00000 голосов у меня, или процентов голоса, да, вот, но он есть, естественно, есть, вот, или, скажем, он не столько там 0,00000, одна акция дает один голос, окей, но из 60 миллиардов голосов моя тысяча или мой миллион голосов, это, вы понимаете, 0,00000, какая часть, да, вот, а теперь предположим, что нас 200 или там сколько-то, да, чтобы в акционерном, в любом акционерном обществе внести в повестку дня какой-то злободневный нужный вопрос, который, скажем, ну, не предусмотрели его, да, можно это сделать только по предложению как минимум не акционера, у которого не менее 10% голосов, в некоторых государствах от 5 до 8%, да, в Эстонии у нас и в большинстве Евросоюза это не менее 10% голосов, а так сиди и не вякай, слушай, что большие собственники или мажоритарные акционеры тебе скажут и все, только прислушивайся, поэтому ассоциация дает возможность, мощную возможность здесь копирироваться, ассоциироваться и, скажем, от чьих интересов, да, интересов тех, кто эту ассоциацию создавал. Понятно, дорогие друзья, я здесь сейчас, может быть, больше и не буду останавливаться на этом. Вернусь только, значит, к тому, о чем мы вначале говорили, чтобы еще раз про тактации здесь, да, есть, где вот я начал говорить вам, что инвестирую в проект, есть два пути, что какие-то, два выбора у меня, первое, получаю залог акции евразия, решаю забрать этот залог сразу, становлюсь акционером. Я всю рассрочку выкладываю, становлюсь сразу акционером. И, второе, я все равно получаю гарантию и залог, да, через три года, иду по пути, что через три года хочу вернуть свою инвестицию. А, мне сегодня не интересуют эти акции, да, получить, может быть, получил процент, может быть, не получил, ну, по крайней мере, свои деньги я точно получу обратно. Вот. И решаю ждать сумму этого. Я до того момента, пока я не решу стать акционером или не получу свою инвестированную сумму, я кредитор, имеющий гарантию. Все, я имею требования и сижу потихонечку, жду, что-то будет происходить. Поэтому, я просто здесь, и даже этот вариант выгодный, если сравнить с тем, что банки сегодня предлагают. Я на одном из следующих каких-то вебинаров, я еще не успел просто подготовить и в один вебинар сегодня затолкать, как бы не хотелось иногда. Вот. Я разобрался абсолютно случайно, хотя, значит, под небом высших сил ничего нет случайного, наткнулся на предложение, которое разработал один из ведущих банков Эстонии. Для тех, кто хотят инвестировать в будущее своих детей. Они как посмотрели наш пакет, вот, и там рассматриваются варианты, что можно инвестировать там от 50, там меньше можно, там можно смотреть и рассчитывать, есть такая считалка от 25 евро и сколько хочешь, на 10 лет, там на 18, там есть, до 18 лет, там 17, 17, 17,5 лет и так далее. Я рассматривал вариант и так далее. Потом расскажу вам об этом. То есть, там условия, я просто смешные, я сейчас не буду останавливаться на этом, я вам точно скажу, вот выбрав этот вариант, будет все равно выгоднее, чем туда вкладывать деньги. Даже этот вариант, дорогие друзья, я уже об этом вообще не говорю. Поэтому выбор ясен, выбирайте и мы знаем, что надо выбирать. Следующая, значит, и таким образом появляется возможность теперь, сегодня я вам могу уже сказать, я проверил, точно есть, значит, договор инвестирования с обеспечением в нашем личном кабинете. Вы совершаете инвестицию с обеспечением. Есть договор, который, значит, вступает в силу, мы начинаем процесс, он действует и в процессе с, там есть вариант сразу или же вариант с рассрочкой. Два договора, они несколько отличаются. Вы по своему желанию в любой момент получаете залог акции, а залогом являются акции в разе Skyway Systems Холминг. Заключаете договор с GTI, в договоре там есть сторона GTI, и с поручителем. Поручителем является First Skyway Invest Group, это Capital. отмечаете свое желание получить залог. Вы получаете право передачи вам акций, получения акций, да, вы говорите, что я воспользуюсь этим правом, чтобы мне акции были переданы. И вариант B, это то, о чем мы говорили, вы можете реализовать выше требования в течение трех лет. Это то, что на предыдущем вы идете или по этому пути, или по этому. В конечном итоге, выбрав путь вот этот здесь, обретение акций, вы становитесь полноценным совладельцем бизнеса с Ковей, максимально снизив риски. И вот здесь я как раз дописал, или записано, что вы получаете акции, можете в будущем заработать на росте их стоимости, в будущем, и или получить доход дивиденды. То есть, может быть и то, и другое, может быть и одно, или другое, в зависимости от того, как идет бизнес конкретный, в какой год, раз на раз не приходится. Но, я так думаю, что здесь будет и получать, и в будущем, значит, мы будем участвовать в росте стоимости каждой акции и получать доход. Поэтому, дорогие друзья, кто мне там задавал вопрос, когда можно продать акции, я понимаю, жизнь непростая, и иногда действительно это может быть как бы последняя салонка, за которую человек как бы хватается. Поэтому, простите, если кого-то я может быть задел, жизнь в своей ситуации разная, но я специально играю о том, рассказываю вам о негде про китайцевый картошку. Вот. Таким образом, я становлюсь, или человек становится акционером, его заносят, или он вносится в реестр или регистр, и вы в лицензированном регистре на Кипре. который имеет лицензию. И это очень важно. Обращу ваше внимание, чтобы вы сами это понимали, объясняли другим. Мы инвестируем, не покупаем. Это не торжественно, не равно одно другому. Здесь еще третья палочка должна была. И не равно, и не торжественно. Понимаете, да? И не буду сейчас больше углубляться в это. И последнее, что я вам обещал, потому что время уже подходит к концу объявит ли Александр о закрытии корневой компании. Это, конечно, объявит, когда она закроется. Это вы имеете в виду корневую компанию. Я обращу ваше внимание обратно, Андрей. Вот корневая компания у нас сегодня считается это корневой компанией. чтобы вы знали, а то все говорят корневая компания корневая компания. Я понимаю, это так. Вот корневая компания, пока мы оперируем залоговыми акциями этой компании. Не мы, а вот Skyway проект оперирует этим. И они есть таковые. Но здесь еще 340 миллиардов акций. Так что возникнет другая корневая компания сюда. И процесс пойдет. Поверьте мне, этот проект настолько мощный. Не случайно. ладно, мы простые смертные. Инвесторы, с которыми ведутся переговоры, один очень четко сказал, что вы смеетесь? Конечно, мне нужен, мы видим обязательно, чтобы с мощным инвестиционным блоком рядом действовал поток так называемых мелких, для них это мелкие инвестиции, но реальный постоянный поток до инвестирования проекта. Потому что это реальные живые средства, которые поступают в проекты. Проекты, они говорят, что это очень мощный ресурс. И чем? И поэтому Анатолий когда-то будет, мы об этом узнаем и будем подготовлены к этому. Следующее, что следует выяснить вначале. Это об обыке по подготовке инициации адресных проектов. Вначале я вам сказал, что ко мне много обращались даже за последнюю неделю. И вот я вынес тем пунктом. Первое, я просто их обозначу и слегка просто прокомментирую. Первое, назначение назначение трассы или цель. Для чего? Иначе обращаются и начинают говорить. Да, вот у нас есть параллель, значит, вы знаете, как хорошо будет выглядеть. Это не цель, что там будет хорошо выглядеть. Первое, назначение трассы или трассы и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...